Всем привет! Я Анна Неморякина, в эфире программа Дайджест на портале Москва Бакум. Сейчас расскажем самые интересные новости из мира культуры, шоу-бизнеса, спорта и не только, которые произошли в России, Азербайджане и мире за эту неделю, сегодня в нашем выпуске. Футбольные фанаты со всего мира буквально захватили центральную московскую улицу, Килиман Джара совсем скоро придет в Москву и в Баку стартовал самый вкусный фестиваль – стрит-фуд фестиваль. Подробности расскажем далее. В 11 городах России проходит соревнование чемпионата мира по футболу. Любители этого вида спорта из разных стран приехали в нашу страну, чтобы поддержать свои команды. Эмоции зашкаливают. В Москве огромное количество иностранных футбольных болельщиков, которые с огромным удовольствием изучают российскую столицу, веселятся, знакомятся друг с другом и учат русский язык. На Никольской улице, которая располагается двух шагов от Красной площади, футбольные фанаты устроили место встречи и всевозможных тусовок с песнями, танцами, музыкой и общением. Корреспонденты Москва-Баку оказались в эпицентре фанатского футбольного праздника и расспросили россиян и гостей из разных стран об их впечатлениях от столицы и чемпионата мира в целом. Москва-Баку – это очень красивая город, а также Санкт-Петербург. Куба-Баку – это очень хорошо организовано, мы не встретили проблем до сегодняшнего дня и… Руссия! Даже срекуляция на улице, это очень хорошо организовано. Это супер! Я даже не люблю слова слова «…», спасибо, 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 спасибо! Кстати, хотя сборная Азербайджана и не принимает участие в Мундиале, но азербайджанские болельщики верят, что и для них наступит этот радостный момент. Российская красавица, замеченная на трибунах с атрибутикой болельщиков, оказалась порнозвездой. Внимательные интернет-пользователи нашли ее имя на сайтах для взрослых. Портрет российской болельщицы в короткой белой майке с надписью «Раша» в кокошнике и с двумя российскими флагами в руках облетел весь мир. После того, как она попала в объектив фотографа во время церемонии открытия чемпионата мира 2018 на стадионе Лужники. Многие СМИ называют ее самой красивой российской болельщицей. Однако пользователи быстро выяснили личность девушки, увеличив на фотографии паспорт болельщика, который она засветила на матче между сборными России и Египта во вторник, 19 июня. Оказалось, что российская красавица, 28-летняя Наталья Нечинова, известная порнозвезда, снимающаяся в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимами Наталья Андреева, Делая Джим, Даника, Аманда, Ася и Аннабель. Кстати, Первый канал сначала поместил россиянку на свой сайт, а после сообщения про род деятельности девушки поменял ее изображение на более целомудренную татарку. Невеста Криштиану Роналду и мать его младшего ребенка Джорджина Родригес приехала в Москву, чтобы поболеть за своего будущего мужа и похвасталась роскошным обручальным кольцом своей подруги. Не всем фотографам удалось поймать в кадр новое украшение Родригес, похожее на подарок по случаю помолвки. Фотографируясь с фанатами, Джорджина прятала его, но факт остается фактом, кольцо заметили. Криштиану Роналду не комментируют свои отношения с Родригес, поэтому и о помолвке парой не было объявлено. Правда, слуги о серьезных намерениях футболистам ходили давно. Знаменитый телеведущий и биолог Николай Дроздов на минувшей неделе отметил 81-й день рождения. Накануне своего праздника Дроздов дал эксклюзивное интервью «Москва-Баку» и объяснил, что связывает его с Азербайджаном и поведал о знакомствах с местными коллегами, знатоками и любителями родной природы, оставившими у него теплые воспоминания на всю жизнь. Напомню, что Николай Дроздов – страстный футбольный болельщик и посол чемпионата мира в России. При этом он не просто разбирается в футболе, но и блестяще о нем рассказывает. На вопрос, как решится исход матча «Россия-Египет» последовал однозначный ответ. Конечно же, в пользу российской команды. И специально для нас был назван счет. Надо сказать, что Николай Дроздов почти угадал. Он предположил, что счет в матче «Россия-Египет» будет 3-0. На деле же оказалось, что 3-1. Известный российский и грузинский актер, а также исполнитель Вахтанов Кикабидзе на днях дал интервью. В беседе с корреспондентом Кикабидзе рассказал, что ненавидел герб СССР и обрадовался распаду Союза. Я ненавижу герб Советского Союза, серб и молот. Это же надо было. Какие мозги должны были быть у нас, чтобы такой герб страны придумали. Вместе с тем он отметил, что несмотря на плохую жизнь, в СССР люди больше уважали друг друга, чем сейчас. Эстрадный исполнитель Юрий Антонов выразил возмущение заявлением певца и актера Вахтанга Кикабидзе. Юморист Евгений Петросян не стал резко осуждать Кикабидзе, однако высказал сожаление, что певец испытывает такие чувства. Позже Кикабидзе еще раз высказался на эту тему. Артист отметил, что его слова неверно трактовали, так как ранее в интервью немецкому изданию он говорил о нелюбви к гербу СССР, а не о Союзе в целом. В Баку в Учери-Шехер проходит Тритфуд-фестиваль. Горожане и гости города в самом сердце столицы смогут попробовать ароматные кутабы с разнообразной начинкой. Толму из виноградных листьев, бургеры, картофель по-домашнему, чипсы, блины, мороженое, клубнику и многое другое. После того, как мы успешно провели прошлые два фестиваля в прошлом году в мае и в ноябре, мы решили сделать летний фестиваль, который будет длиться целых 17 дней. Зона Гошагала-Мейданы, то есть на площади Гошагала. А сейчас расскажем коротко о том, что еще интересного произошло в России и Азербайджане. Российско-азербайджанская комедия «Келеман Джарам» 19 июля выйдет в кинотеатрах России. «Келеман Джарам» – это результат сотрудничества продюсера Александра Цекала, экс-участников команды КВН «Парни из Баку» продюсеров Таира и Джабира Имановых и Лейла Алиевой. В главных ролях снялись Павел Прилучный, Ирина Старшинбаум, Максим Виторган и многие другие. Совсем скоро в Баку снова придет жара. Музыкальный фестиваль с одноименным названием в третий раз стартует на берегу Каспийского моря в модном туристическом комплексе «Сиэ Брис». Откроется фестиваль большим галоконцертом, который пройдет на установленной прямо на пляже сцене. В нем примут участие десятки популярных исполнителей. Кристина Арбакай, Тинюша и Настасья Самбурская находятся в предвкушении встречи с бакинским зрителем. Звезды рассказали Москва-Баку, с какими чувствами едут на жару в Азербайджан и как собираются провести там время. Я люблю гостеприимный Баку, Азербайджан. И Мин, конечно, он молодец, что устраивает такой праздник. Я приезжаю все равно на один день всего, поэтому я думаю, что это будет такой быстрый, но достаточно яркий и активный день. Конечно, всегда с самыми чудесными чувствами, потому что с Баку связывают самые теплые воспоминания. Я давала там несколько концертов, конечно, была уже на фестивале «Жара». И очень душевная публика всегда так тепло принимает, поэтому с удовольствием возвращаюсь. В этот раз я еду в Баку, еду первый раз. Хочу хорошо, прекрасно провести время в прекрасной, хорошей компании. И как бы. Девушку Семенович, женившись, на которой переезжает в Москву. Алсу стала платиновой блондинкой ради нового клипа на песню «Love you back». Видеопевицей поклонники ждали очень давно. В своем инстаграме певица выложила фотографию в новом образе. Половеры бурно отреагировали на смену имиджа и написали, что перемены певицы идут. Но, скорее всего, Алсу поэкспериментировала с образом ради съемок. На сегодня это все. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал «Москва Баку» на YouTube, чтобы получать новые интервью со звездами, репортажи с кинопремьер и не только. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok